Большое спасибо, Андрей Станиславович. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Говоря сегодня о той сочетанной патологии, которую мы встречаем при воспалительных заболеваниях кишечника, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этих заболеваниях развиваются различные аутоиммунные заболевания. И наиболее частыми из них, конечно же, являются ревматические заболевания. Говоря сегодня о повышенном риске болезни Крона, посмотрите, насколько часто происходит вот это заболевание у пациентов с кожным псориазом, то есть в 5 раз выше, чем в общей популяции. А если рассматривать больных, страдающих псориатическим артритом, то еще больше, в 7 раз чаще встречается развитие болезни Крона у этой патологии пациентов. Более того, хотелось бы отметить, что у пациентов при воспалительных заболеваниях кишечника могут быть бессимптомные протекания изначально нашего заболевания. И так было показано, что сакроэлит может протекать бессимптомно. И посмотрите, только рентгенологические признаки могут определяться у 18% пациентов и с большей степенью нам позволяет выявить поражение скелета, это, конечно же, использование МРТ. И как известно, что при развитии болезни Крона частота развития сакроэлита достоверно выше, чем при язвенном колите. И бессимптомное течение сакроэлита встречается у 50% пациентов с болезнью Крона. Что касается вообще истинного диагноза больных с анкилозирующим спондилитом, то он встречается у 6% пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Более того, сейчас определена генетическая предрасположенность, которая играет очень важную роль в развитии как анкилозирующего спондилита, так и болезни Крона и язвенного колита. И сейчас уже выявлены общие генетические домены для этих заболеваний, и они пересекаются между собой. И почему, собственно говоря, достаточно часто мы встречаем вот эту сочетанную патологию, как болезнь Крона у больных с анкилозирующим спондилитом или язвенный колит, так и анкилозирующий спондилит при болезни Крона или язвенном колите. То есть здесь еще главную роль играет еще и предрасположенность генетическая. Поэтому, говоря сегодня у пациентов с отчетанной патологией спондилоартрита и воспалительные заболевания кишечника, конечно же, должен проводиться именно мультидисциплинарный подход к обследованию этих пациентов. Почему? Да потому что только наш комплексный подход разрешает нам быстро поставить диагноз и, конечно же, правильно назначить лечение. Поскольку сейчас не разработаны какие-либо биомаркеры, то есть их вообще сейчас пока не существует, поскольку, как нам известно, что соя, ЦРБ, ликоцитоз, тромбоцитоз, они являются не специфическими маркерами и ориентироваться на них мы, в принципе, не особо можем. Более того, кальпротектин, именно фекальный кальпротектин, он ведь валидирован только для диагностики и мониторинга воспалительных заболеваний кишечника. А вот что касается роли сывороточного кальпротектина, то сейчас ему уделяется достаточно большая роль, потому что обнаружены значительные связи между сывороточным кальпротектином и тяжестью заболевания, а также прогнозом рецидивов. В ревматологии мы используем этот маркер для как раз-таки определения активности также и наших заболеваний. Более того, сейчас особое внимание уделяется Д-димеру, поскольку по последним данным было показано, что повышенные уровни Д-димера, они наблюдаются у пациентов со спонтилоартритами, как имеющих, так и не имеющих воспалительные заболевания кишечника. Но этому маркеру сейчас необходимо более детальное исследование, чтобы его применять в качестве предиктора какого-то воспалительного заболевания, поскольку это только-только появляются новые данные относительно этих биомаркеров. Что касается введения пациентов с некишечными проявлениями, по данным систематического обзора, было показано, что тогда, когда пациент с воспалительными заболеваниями кишечника приходит к своему доктору и жалуется на боль в спине, то здесь, конечно, необходимо обязательно отдифференцировать, какая же боль у пациента. И для того, чтобы заподозрить анкилозирующий спонтилит или какие-то другие воспалительные заболевания суставов, здесь нам нужно понять, это боль воспалительного ритма или механическая для боли воспалительного ритма. Это возраст не старше 40 лет, это постепенное начало, это боль в спине, как правило, после отдыха или ночью, это утренняя скованность больше одного часа и, конечно же, положительный эффект от упражнений или приема анистероидных противовоспалительных заболеваний. Только в этом случае мы можем говорить о воспалительной боли в спине. Также мы должны оценивать суставы и, конечно же, это должен быть либо артрит, то есть это отек, боль, скованность, гиперемия. И если это еще и сочетается воспалительной болью в спине, то, конечно же, нам нужно послать нашего пациента на дополнительное обследование. Это, соответственно, сделать генетические анализы. Это обязательно провести рентгена или МРТ-диагностику для уточнения костной патологии. Почему это так важно? Да потому что у нас с вами различаются все терапевтические подходы. И тогда, когда мы говорим о только спондилоартритах, то здесь мы начинаем лечение скок-2 ингибиторов, либо назначаем ингибиторы фактора некроза опухоли. Тогда, когда у нас есть с вами периферический спондилоартрит, в этом случае нам могут назначаться системные глюкокортикостероиды, сульфосалазин, меттрексат и обязательно, конечно же, внутрисуставное введение глюкокортикостероидов. Ну и, конечно же, назначение нестероидных противовоспалительных препаратов. Тогда, когда у нас с вами идет речь о невоспалительных заболеваниях суставов, то здесь идет речь об артрозе и, конечно же, используются только нестероидные противовоспалительные препараты и физиотерапия. Поэтому в 2020 году был разработан специальный алгоритм введения пациентов с сексуальным спондилоартритом и воспалительными заболеваниями кишечника. Что он под собой подразумевает? Тогда, когда у нас имеется активный спондилоартрит и активное воспаление кишечника, в этом случае с достоверным диагнозом мы назначаем ингибиторы фактора некроза опухоли в гастродозах. Тогда, когда у нас не срабатывает вот эта терапия, мы тогда приходим к оптимизации дозы, либо переход на другой ингибитор фактора некроза опухоли альфа, либо назначение ингибиторов янус киназ. Тогда, когда у нас все хорошо, соответственно уменьшение дозы и продолжаем терапию. Тогда, когда возникает активность воспалительных заболеваний кишечника, то мы лечим стандартно по вашим схемам. Ну и когда неактивное воспалительное заболевание кишечника и спондилоартрит, в этом случае используются нестероидные противовоспалительные препараты по требованию и поддерживающая терапия воспалительных заболеваний кишечника. Тогда, когда у нас имеется пациент с периферическими артритами, то есть спондилоартрит с периферическими поражениями суставов. В этом случае, когда идет активный спондилоартрит и активные воспалительные заболевания кишечника, мы вводим внутрисуставно глюкокортикостероиды, назначаем сульфосалозин, внутривенно глюкокортикостероиды или ингибиторы фактора некроза опухоли. И можем, если это не срабатывает, назначать азотиоприн, либо сульфосалозин, либо ингибиторы янускинаст, приходим к ремиссии, соответственно, снижаем дозы, если нет, то тогда меняем терапию. Ну и, соответственно, тогда, когда неактивное заболевание, мы оставляем своих пациентов на приеме либо сульфосалозина, либо метатриксата, либо азотиоприн. Поэтому вот эти различия мы должны всегда помнить, когда мы ведем пациентов с сочетанной патологией. Более того, почему именно мы должны выявлять на ранних этапах? Да потому что вся генно-инженерная биологическая терапия, которая применяется у пациентов со спондилоартритом и болезнью крона, она должна иметь эффективность как при той, так и при другой патологии. Поэтому тогда, когда идет сочетанная патология, мы можем вводить при спондилоартрите и болезни крона, и там и тут хорошо работает препарат Адалимумаб, Инфлексимаб, Цертализумаб, Пегол, Устикинумаб и Сульфосалозин. Тогда, когда у нас есть спондилоартрит и язвенный колит, в этом случае с успехом мы можем применять Адалимумаб, Инфлексимаб, Цертализумаб, Пегол, Галимумаб, Тофосетини, Пустикинумаб и Сульфосалозин. Собственно говоря, вот для этих целей как раз-таки нам и необходимо диагностировать ту или иную патологию. Что касается вообще коморбидности и фокусной эффективности, то посмотрите, все те препараты, которые у нас сейчас разрешены при использовании как при воспалительных заболеваниях, так и при анкилозирующем спондилите, да, они действительно эффективны. Но каково же различие тогда, когда мы оцениваем безопасность? Мы прекрасно с вами знаем, что при назначении ингибиторов фактора некроза опухоли могут развиваться демилинизирующие заболевания. И вот в этом случае мы должны обязательно отменять ингибиторы фактора некроза опухоли альфа и переходить на препараты с другим механизмом действия. Это может быть препараты блокада интерлекина 17-го, либо их сейчас несколько препаратов и смотреть дальше как. То есть на демилинизирующую патологию ингибиторы интерлекина 17-го не влияют, и поэтому продолжение этой терапии у нас возможно. Более того, сейчас уже накоплен систематический обзор, который включает достаточно большое количество исследований, где была проанализирована эффективность хорошего клинического ответа у пациентов с отчетной патологией, именно вне кишечные проявления. И было показано, что у этой категории пациентов именно более эффективный препарат одолимумаб, инфлексимаб, которые хорошо не только при скелетно-мышечной патологии, но и при кожных проявлениях и особенно при развитии увеита. И менее эффективный это циртализумаб, пигол, голимумаб, ведолизумаб, нетокимаб. Что касается ведолизумаба, это была нашумевшая история, которая говорила нам, что вот при назначении ведолизумаба у пациентов возникают артриты или деново возникает откилозирующий спонзилартрит. Почему это так? Да потому что препарат работает внутри кишки, и он никак не влияет на суставной синдром. И поэтому говорить о том, что ведолизумаб вызывает это ни в коем случае неправильно, он просто не предотвращает развитие артрита, а работает только в кишке. Вот поэтому-то, собственно говоря, я еще раз вам напоминаю о том, что надо обязательно проводить раннюю диагностику с отчетной патологией. Более того, сейчас у нас появился новый ряд препаратов, это ингибиторы Янус Кеназ, они отличаются от биологических препаратов тем, что это синтетические препараты. И посмотрите, при их назначении они способны нейтрализовать достаточно большое количество цитокинов, которые играют важную роль не только в развитии костно-мышечной патологии, но и патологии кишечника. Сейчас препарат тофоситениб, он разрешен для лечения как ревматоидного артрита, псориаза, псориатического артрита. Совсем недавно он утвержден для лечения анкелозирующего спондилита, язвенного колита. И у нас накапливается достаточно большой опыт при использовании этого препарата при ковиде. Но вклад российских ревматологов, он достаточно большой по проблеме лечения ковида и в частности использования препарата тофоситениба. Более того, сейчас накапливается уже опыт относительно того, что да, у нас пациент заболел ковидом или каким-либо другим заболеванием, и мы вынуждены прервать терапию. И встает вопрос, а что же будет после того, когда мы возобновим терапию? Так вот, было проведено специальное исследование, где пациенты, которые достигли ремиссии или низкой степени активности, часть из них продолжала терапию, у части больных полностью была отменена терапия, а у части была снижена доза. Что было показано? Что среднее время без обострения составило 7 месяцев для пациентов с отменой, 21 месяц для снижения дозы. И тогда, когда возобновляли вновь прием препарата, то он оказался эффективен у 93% пациентов. Это очень важно, потому что у нас достаточно часто с вами бывает такая ситуация, когда нужно действительно прервать лечение, и при назначении препарата тофаситиним мы с успехом разовьем тот же клинический эффект. Сейчас у нас только накапливается опыт относительно использования тофаситинима у больных с анкилозирующим спондилитом, но по данным клинических исследований было показано, что этот препарат в дозе 10 мг в сутки эффективен по всем конечным точкам у больных с анкилозирующим спондилитом. Более того, сейчас также показано, что тофаситиним, он имел самый высокий рейтинг для достижения ремиссии по АСАС-20. Это раннее клиническое действие. И, конечно же, если сравнивать с другими генноинженерными биологическими препаратами, и в частности с инфлексимабом, то препарат инфлексимаб был лучшим по снижению уровня соя. Таким образом, сейчас накапливается опыт относительно использования препарата тофаситинима у больных с различными ревматическими заболеваниями. Что касается увеита. Как вы видите, увеит встречается достаточно часто у больных, страдающих с спондилоартритами, практически 50% пациентов. Что касается воспалительных заболеваний кишечника, то частота встречаемости увеита составляет 12%. В связи с этим, мы с вами прекрасно знаем, что достаточно хороший эффект имеется при назначении ингибиторов фактора некроза опухоли. И в частности, это препарат, ведущим является препарат одолимумаб. И сейчас накапливается опыт использования препарата тофаситинива ингибитора Янускинас для лечения неинфекционных увеитов. Почему? Да потому что именно блокада достаточного большого количества цитокинов, которые играют важную роль в развитии увеита, как раз таки и блокируются при назначении ингибиторов Янускинас. Что было показано? Сейчас накапливаются только данные, что именно малые молекулы могут оказывать влияние на различных этапах воспалительного каскада и как раз таки оказывать свой положительный эффект при развитии увеита у пациентов с различными заболеваниями. Более того, мы прекрасно знаем, что этот препарат сейчас зарегистрирован не только при мутологии, но и широко используется в гастроэнтерологии. И поэтому появляется еще одно окно возможностей, где мы можем использовать ингибиторы Янускинас. То есть тогда, когда у нас идет сочетанная патология анкилозирующей спондилит и увеиты, либо воспалительные заболевания кишечника и увеиты. Более того, сейчас рассматривается вопрос относительно того, как мы должны назначать эту терапию. Конечно же, совместное решение врача и пациента. Так вот, был проведен опрос пациентов по выбору терапии. И было показано, что именно путь введения оказался наиболее важной характеристикой для предпочтения той иной терапии. И, конечно же, наши пациенты с ревматическими заболеваниями, они, конечно, предпочитают пароральные формы препаратов, нежели приходить в клинику и проводить внутривенные инфузии. От нас не отстают и пациенты гастроэнтерологического профиля, где был проведен также опрос. И было показано, что больные по аранжировке также показались, что у пациентов, которые получают инфлексимаб, 38% выбирают этот путь введения. И такое же количество пациентов, которые применяли тофоситениб. То есть инфлексимаб вводится один раз в два месяца, и больной не приходит часто в клинику. А тофоситениб, он вообще применяется парорально, и поэтому здесь тоже можно не приходить в клинику и использовать достаточно с успехом эти препараты. Более того, эти препараты оказывают такой же клинический эффект, как и назначение ингибиторов фактора некрозы опухоли, либо других биологических препаратов. То есть по своей эффективности ингибиторы янус киназ, они не отличаются от генноинженерных биологических препаратов. Таким образом, если вот суммировать все, что у нас сейчас накоплено, поскольку ингибиторы янус киназ, они блокируют достаточно большой уровень цитокинов, они обладают высокой биодоступностью, поэтому они, собственно говоря, сейчас достаточно часто с успехом применяются у наших пациентов. И тогда, когда роль стоит о монотерапии, в этом случае тоже ингибиторы янус киназ достаточно с успехом применяются. Таким образом, применение ингибиторов янус киназ, они сейчас достаточно широко используются, и это еще один путь лечения наших пациентов. Говоря сегодня о том, что когда идет сочетанная патология, поэтому на ранних этапах нам нужно обязательно проводить диагностику, чтобы назначать правильное лечение. Благодарю вас за внимание. Спасибо.